Существует стратегия сохранения диких краснокнижных животных или больших крупных млекопитающих. У нас один из флаговых видов в России. Один из ярких представителей, самый крупный млекопитающий Северной Евразии, это зубр европейский. Сегодня в Смоленском Пазере мы присутствуем при очередном выпуске в ПК для передержки, а потом в естественную среду, животных, которые привезли нам из питомника Овского заповедника. Впервые, кстати, из Рязанской области у нас появились зубры. Мы привезли в национальный парк Смоленская Пазере 6 зубров. Через 2 недели мы довезем еще 4 зубра. То есть к вам поступит 10 зубров. Единственное, переживали, все-таки дорога не очень такая комфортная, это не асфальт, переживали за состояние животных, поскольку животные в клетках находятся еще уже третий день, третий день получается, после отлова. Хотелось скорее выпустить их. Вот пройдет праздничная неделя, когда все отдыхают, и мы планируем 10 ноября в среду привезти еще 4 зубра. Витагу получится более, около 60, то есть это уже дает возможность говорить о том, что популяция в Смоленской области, в частности в Смоленском Пазере, поскольку зубры живут и за пределами национального парка, уже становится достаточно крупной. У нас на сегодняшний день на территории парка уникальная ситуация сложилась. У нас и Беловежская линия, и Беловежско-Кавказская линия. То есть вот те зубрицы, которые приехали, они продолжают ту линию. Естественно, она потом уже происходит скрещение из Беловежско-Кавказской, то есть они уже не становятся чистокровными. Но у нас в настоящее время, пока они, как говорится, живы, существуют 2 линии чистых. Вот они, это значит, соответственно, генетическое, скажем так, разнообразие достаточно велико. Так, во-первых, зубр взрослый, ему 9 лет, он был у нас в племенном разведении, зовут его Мизин. Вот, он большой, крупный, такой с характером, то есть вот если ему что-то не нравится, он может проявить свой характер. Тянется к людям. Здесь рядышком ходит у нас, как я узнала, Ярик. Ярик, зубр Ярик, да, подходит к вольерам, к кормовой площадке подходит. И выяснилось, что Ярик вам приехал из Ярославского зоопарка. А папа Ярика самец по кличке Мелитополь, который приехал много лет назад из Окского заповедника в Ярославский зоопарк. И вот Ярик, это как раз его первый сын. Он попал сюда, на Смоленскую землю. Так что по крови, если посмотреть по крови, то и Мизин, и Ярик, ну они, скажем так, братья. Дальние, но братья. Но сейчас они свои родственные отношения вряд ли вспомнят и будут отстаивать, кто главнее, кто сильнее. Мы сейчас очень активно работаем с банком ВТБ. Банк ВТБ создает платформу для того, чтобы была возможность человеку, любому человеку, любому клиенту банка ВТБ внести свой вклад в сохранение зубра. То есть будет возможность перечислить какую-то аемную сумму. От 100 рублей, говорится, и выше для того, чтобы поддержать нашу популяцию. Еще существует программа, которая позволяет людям усыновить зубры. Вот мы сейчас привезли, привезем 19 зубров, каждый имеет имя. Усыновляйте, да. Стоимость содержания одного зубра в год не менее 50 тысяч рублей. Усыновили за 50 тысяч, все, вы внесли вклад. Мы выводим рекламу о том, что вы занимаетесь таким благородным делом. А эти средства используются дальше на поддержание жизнедеятельности этой популяции. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова